У нас в гостях кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного управления Луганского государственного университета имени Владимира Даля, Наталья Александровна Волошинова. Доброе утро. Здравствуйте. С выходом на пенсию появляется больше свободного времени на семью, на увлечение, восстановление здоровья, но есть и новые проблемы. Доход уменьшается, поэтому приходится экономить. Но как делать это грамотно? Вопрос экономии не только для людей уважаемого возраста актуально, но и для нас с вами. Но опять же, основные, конечно, рекомендации, которые я могу предложить, я вот ставлю себя на место пенсионера и понимаю, что есть основные статьи затрат, на которые в первую очередь расходуется полученный доход. Мы пока с вами говорим только о пенсии или мы еще с вами имеем в виду какие-то дополнительные источники дохода у пенсионера? Я думаю, мы можем говорить и о дополнительных, если это возможно, это не так сложно, я думаю, пенсионеры будут только рады. Прекрасно. Если у уважаемого человека, который вышел на пенсию, кроме пенсии, которая ему положена от государства, еще есть дополнительные источники дохода. Основной, первый источник дополнительного дохода – это, конечно, помощь родственников. И родственники никогда не должны забывать о том, что когда-то бабушка с дедушкой их вырастили, воспитали, дарили им радость, приятные подарки. Теперь пришло время отдавать долги. Также, я думаю, если у пенсионера есть определенная недвижимость, либо какие-то приусадебные участки, то от сдачи в аренду, допустим, также может получать регулярный. Конечно, о дополнительных источниках дохода хочется говорить в плане постоянства. Когда человек знает, что каждый месяц, кроме пенсии, у него будет еще стабильно, каждый месяц определенная сумма. Это гаражи, сдача гаража, квартиры, допустим, машина, возможно, кем-то может сдаваться. Приусадебные участки, конечно, это сезонный дополнительный заработок. Это когда летом, когда есть желание, когда есть силы, прежде всего. И уважаемый человек занимается тем, что ему приносит удовольствие. Ну и плюс, если урожай прекрасен, объемный, большой, он тогда может себе позволить это продавать и, соответственно, тоже рассчитывать на определенный доход. Лето, осень замечательно. Зима – это уже все сложнее. Там уже ничего не вырастешь, и весной тоже. Конечно. Поэтому вот дополнительные источники дохода прекрасно. Но опять же, категория зрителей, которых нет этих дополнительных источников дохода, они сейчас думают, а что же делать нам? Они рассчитывают на пенсию, и основная статья их затрат – это коммунальные платежи. Я уверена, что все пенсионеры сначала оплачивают коммунальные услуги, чтобы со спокойной совестью жить дальше. Второй статьей затрат идут лекарства, то есть это препараты, необходимые для их дальнейшей жизнедеятельности и поддержания их здоровья в той форме, в которой необходимо. Вот здесь насчет аптек можно предложить изучить, даже не то, что изучить, каждый пенсионер знает, какая аптека находится возле его дома, и цены знает. И я уверена, что в этих аптеках есть определенные скидочные дни для пенсионеров, когда 3%, 5% и так далее. Маленькая, но экономия. Также третья статья затрат – это, естественно, питание. Питание – неотъемлемая часть жизнедеятельности, и нас с вами, и, естественно, людей пожилого возраста. Здесь, конечно, скидки. Ну, опять же, мы с вами говорим о нашей ситуации. У нас нет крупных торговых сетей, у нас нет вот таких скидок и акций, которые могли бы нас с вами радовать. Но бывают акции, бывают снижения цен, тоже необходимо искать. Мониторить. Ну и всеми любимый рынок. Рынок, где можно поторговаться, рынок, где есть знакомые продавцы, которые пойдут навстречу, если вы постоянный клиент, и вас не хочется терять. И продавец знает, что каждую неделю вы приходите к нему, и вы надежный, платежеспособный покупатель. Вообще термин финансовой грамотности. Что это такое общедоступным языком? Прекрасный вопрос. Спасибо большое. Не хотелось бы уходить в научную терминологию, поскольку должно все быть ясно и понятно. Финансовая грамотность – это наша с вами способность грамотно, с умом распоряжаться своими деньгами. То есть это набор нашего с вами опыта. Вот когда-то мы так попробовали, либо ошиблись, либо наоборот получили выгоду. И мы так и планируем дальше поступать. Это определенные знания, это определенные умения, которые позволят нам с вами использовать денежные наши инструменты в виде финансов, для того, чтобы наше качество жизни повышалось и наше с вами благосостояние как жителя, как гражданина улучшалось. Конечно. Зачастую у пожилых людей есть точный план трат. 80 рублей на гречку, 60 рублей на молоко, часть пенсии – оплата на коммунальных услуг, ну и на подарки внукам. Можно ли назвать такой подход финансово грамотным? Пожилой человек, пенсионер, естественно, не оставит без внимания своих любимых внуков, своих любимых детей. И, естественно, будет стараться их радовать. Но, опять же, в зависимости от тех размеров накоплений, которые он сумел накопить. И хотелось бы сказать, что, я думаю, вот наше старшее поколение – это люди, которые умеют копить. Вот молодежь и поколение среднего возраста мы можем к своей цели двигаться, откладывать, откладывать, а в один момент сорваться. То есть мы понимаем, что нам еще копить полгода, а вот сейчас у нас в копилке есть определенная сумма, которая уже приятно в руках ощущается весом. И зачем еще ждать, когда сейчас можно разбить и купить? Старшее поколение нет. У них есть четкие установки, заложенные еще в их детстве, в их юности. Вот знаете, выражение есть – только накопил на черный день, что ждал его с нетерпением. Поэтому они способны копить и они способны откладывать. И вот я думаю, вот эти статьи затрат, подарки и знаки внимания друзьям, внукам, детям, соседям, они идут у них из вот этого накопительного их фонда, из накопительного их какого-то отложения. Поэтому финансовая грамотность для каждого человека, она индивидуальна. Кто-то считает, что я буду экономить, я буду жестко экономить, ограничивать себя во всех каких-то радостях. Ну опять же, на мой взгляд, для кого-то это абсолютно не радость, а для меня это радость, но я себя ограничиваю. Но для того, чтобы что-то купить вот через определенный период времени. Это его право, это его жизнь. Кто-то наоборот считает, что я буду тратить все сегодня, потому что завтра может не наступить. Поэтому чего я буду себя ограничивать, когда я могу радоваться жизни сегодня. Опять же, пожилые люди преклонного уважаемого возраста в силу здоровья, в силу обстоятельств, в силу наших с вами вот сегодняшних реалий. Возможно, готовят себя к каким-то вот негативным явлениям, к каким-то неприятным моментам. С одной стороны, это грустно, а с другой стороны, у них всегда есть финансовая подушка. Я в этом уверен. Пенсионеры не знают основ капиталовложения. С недоверием относятся к банкам и по старой традиции прячут деньги под матрас. Правильно ли это? Вы знаете, да тут даже я и себе совет не могу дать. Я тоже, наверное, под матрасом прячу деньги. Конечно, при возможности выбора, когда будет несколько банков, которые будут предлагать определенную процентную ставку годовую, пенсионер, даже не только пенсионер, и мы с вами, мы с вами можем выбирать для себя более выгодные условия, чтобы свои деньги отнести в тот банк, которому мы будем доверять. Мы будем доверять на основе его репутационного имиджа, на основании отзывов, на основании его истории существования этого банка. Но, опять же, мы с вами это все можем проанализировать, мы с вами можем с этим где-то ознакомиться, почитать. А пожилые люди, они будут основываться или отталкиваться от мнения соседей, от своих друзей. Кто-то где-то что-то услышал. Вот чей-то внук туда деньги отнес и получил много, и я понесу. Не факт, что этот внук действительно сказал правду. Не факт, что этот внук отнес в надежный банк. Не факт, что это не мошенники. Поэтому для людей уважаемого возраста, наверное, опять же, при расширении рынка банковских услуг, необходимо проводить, я не хочу сказать лекции, но, по крайней мере, какие-то встречи ознакомительные, беседы по той же финансовой грамотности. Например, я могу вам сказать, что до 2023 года в Российской Федерации разработана стратегия по повышению финансовой грамотности населения. И эта стратегия предполагает ряд мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности, начиная с школьников и заканчивая людьми преклонного возраста. Но, как показывает статистика, я недавно просто с этим вопросом сталкивалась, я ее изучала, что наиболее активность и заинтересованность именно проявляется у молодежи и у среднего уровня возраста населения. То есть пенсионеры почему-то не слишком проявляют инициативу куда-то пойти, что-то узнать, по кого-то послушать. Возможно, они считают, что их опыт жизненный уже позволяет им никого не слушать, что они сами все знают, они прожили достойную жизнь, и поэтому кто их может чему научить. А вот молодежь, которая всегда стремится учиться, большая часть, прошу прощения, хочет чего-то узнавать, они с удовольствием посещали эти семинары, мастер-классы, лекции, встречи с представителями финансовых структур и слушали. Но для финансовых мошенников вот эта категория населения неинтересна. Молодежь и... ну, она неинтересна тем, что у них еще нет накоплений. Их нет смысла обманывать, у них нечего брать. А вот люди преклонного возраста, для мошенников они очень интересная категория. Потому что, во-первых, они люди доверчивые, во-вторых, это люди, которые, возможно, обделены вниманием со стороны близких, ну, разъехались их дети, разъехались внуки, они остались сами общаться им. И если им проявлять заботу, внимание и какое-то дополнительное время посвящать, то они становятся легкой добычей для людей, у которых целью является завладение ими вот этих, как я уже говорила, каких-то накоплений, которые они целенаправленно, систематически откладывают. Чем чревата финансовая неграмотность и как надо обращаться с деньгами? Финансовая неграмотность приводит нас с вами к потере наших денег, которые мы тяжело зарабатываем, трудно зарабатываем. Как я уже говорил, у кого-то это один источник дохода, у кого-то, возможно, несколько тому человеку легче. Мы теряем финансы и теряем уверенность в завтрашнем дне. За деньги есть выражение «не купить здоровье», «не купить счастье». Ну, это вопросы спорные. И здоровье можно купить соответствующим лечением и медикаментами, и счастье у кого-то выражается в путешествиях, в покупках и так далее. А вот душевное спокойствие за деньги не купить. Если человек теряет свои деньги, то он переживает, волнуется, нервничает, и это может привести к плачевным последствиям его физическом и психологическом здоровье. Спасибо вам за беседу и за ваши советы. А нашим телезрителям я напоминаю, что в гостях у нас была Наталья Волошинова. Это «Утро Донбасса», не переключайтесь.